Уровень заболеваемости ковид в мире снижается. Правда, пока всего на 4% за неделю. Такие данные озвучили в ВОЗ. Но многие страны пока проигрывают борьбу с пандемией. Где сейчас опаснее всего? И поможет ли еще одна новая вакцина, расскажет Елена Меньшова. Во всемирную борьбу с ковид вступили иранские фармацевты. В провинции Алборс началось производство препарата КОВ Иран Барракад. В начальном этапе с конвейера сойдет 10 миллионов доз. Барракад заменит российский спутник, который применяют в Иране сейчас. Фармацевты надеются, что новинка поможет преодолеть дефицит вакцин в регионе. Ковид по-прежнему испытывает на прочность Индию. Власти беднейших штатов Уттар, Прадеш и Бихар просят жителей не сбрасывать трупы в ганг. Кремация многим семьям не по карману. Из реки уже выловили порядка стател. Тем временем предприимчивые дельцы успешно монетизируют бедствия. В стране процветает черный рынок медикаментов. На особом счету у перекупщиков жизненно важный римдисевир. За одну дозу просят 28 тысяч рупий. Это более 160 тысяч тенге. Достать препараты легально почти невозможно. Пациентам необходимо множество лекарств. Но раздобыть даже обычную таблетку дексоны – долгая и утомительная задача. А в Турции, напротив, уже планируют вернуться к докарантинной жизни. Пока в стране действует локдаун до 17 мая. Продлевать его президент Реджеп Таип Эрдоган не планирует. Накануне турецкий лидер заявил о нормализации ситуации в стране. Снятие карантинных ограничений планируется в три этапа. И начнется сразу по окончании Рамадана. А житель Австрии из-за ковид лишился не только здоровья, но и свободы. Он заразил бывшую жену и оказался на скамье подсудимых. По словам женщины, экс-супруг не только намеренно чихал на нее, но и отказывался носить маску. Теперь мужчину ждет 9 месяцев заключения и 1000 евро штрафа. Болеть оказывается не только опасно, но и убыточно.